На казахстанцев стали чаще устраивать кибератаки. Виртуальные нападения устраивают как на обычных граждан, так и на предпринимателей. Именно поэтому в последние годы бизнесмены стали чаще пользоваться услугами компаний по кибербезопасности, чтобы защитить свои данные и не потерять ни деньги, ни интеллектуальную собственность. И как это сделать, расскажет Анастасия Новикова. Казахстанцев атакуют виртуальные хакеры. За 9 месяцев этого года в стране было зафиксировано 18,5 тысяч кибератак. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Чаще всего компьютеры и телефоны людей заражают вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами. Нередко насылают ботов или шантажируют приватными фото и видео. Нападкам подвергаются и компании. В бухгалтерию, в секретариат, в отдел маркетинга, еще куда-то приходят письмо из налоговой, из КГД, ну, в общем, из любых других официальных органов. Срочно важно штрафы, пении, суды, иски быстро прочитайте, откройте документ. Ну, соответственно, все открывают и попадают на фишинговую ссылку, которая в результате дает киберпреступникам доступ к инфраструктуре компании, либо расшифрует сами компьютеры, с которыми ссылка была открыта, и использовать их дальше невозможно, дальше тоже вымогательство. Именно поэтому предприниматели стали чаще прибегать к услугам экспертов по кибербезопасности. За полгода бизнесмены потратили на обеспечение виртуальной безопасности 7,5 миллиардов тенге. Нередко обманывают и рядовых казахстанцев. Преступники умело пользуются всеми доступными способами завладеть данными людей. Создают ложные аккаунты, оформляют на людей кредиты. Обманом заставляют установить программу удаленного доступа. По данным МВД, за последние 10 месяцев на уловки таких мошенников попались 17 тысяч казахстанцев. Ущерб составил больше 15 миллиардов тенге. Допустим, направляется фишинговая ссылка. Здесь гражданина, допустим, тот же самый покупатель, просит заполнить данную ссылку. Человек, не думая о том, что эта ссылка является фишинговой, является мошеннической, заполняет реквизиты своей банковской карты, денежные средства, они, конечно, уже исчезают с данной карты. Раскрыть такие преступления и вернуть деньги сложно, так как мошенники чаще обманывают людей из России, Украины, а то и Великобритании, и даже США. Обнаружить их наказать непросто. Эксперты говорят, в вопросе кибербезопасности неплохо будет стать параноиком. Не указывать свои основные карты для оплаты, а иметь для этого дополнительные с минимальной суммой. Завести еще одну почту или номер телефона – это поможет минимизировать риск потерять свои деньги или ценную информацию.